материал иран книга 5 сеанс 79 24 февраля 1982 года предыдущий сеанс должен быть быть восьмидесятом но я нашел его что идет 78 потом 80 но я промотал сделаю как как правильно по хронологии 79 я эсмара я приветствую вас любви и свете 1 бесконечного творца сейчас мы общаемся не могли бы рассказать о состоянии инструмента все как прежде инструмент хотел бы спросить в его нынешнем состоянии если какая-то опасность в получении слишком большого количества переданной энергии нет слишком много энергии не бывает вопрос ей хотелось бы знать роль передачи энергии во время сеанса передача энергии очень полезно тем что служит укреплению челнока благодаря которому происходит втекание контакта сам контакт управляет состоянием инструмента и прекращает общение когда искажение инструмента начинает колебаться в сторону слабости или боли когда происходит контакт силе канала через который течет контакт можно помочь передачи энергия которую вы говорили но твой брозера это я уж говорю значит контакт представляет вид челнока челнок это туда-сюда туда-сюда да то есть некий такой ну то есть тут правильно вопрос челнок пошел в ту сторону ответ челнок пошел в обратную сторону на это нужна энергия это он говорит что передача энергии когда челнок уже у челнока заканчивается энергия передача дополнительных во время сеанса полезно логично вопрос до сеанса мы закончили ритуал изгнание жестом высвобождающим магическую личность интересно что было бы если бы мы поддерживали магическую личность и пропустили жест ходя по кругу 1 а затем высвободили ее только после формирования круга или после сеанса что было бы уместнее ра практика магической работы требует самый низк неукоснительной честности если вы оцениваете свою способность тем что можете поддерживать магическую личность на протяжении сеанса это хорошо но если имеется какое-то сомнение не советуем проводить сеанс любом случае инструмента лучше возвращать свою магическую личность чем вносить эту личность в состоянии транса поскольку он не обладает требующимся магическим искусством работы в таких условиях и был бы уязвимее чем бодрствующая личность предлагающая себя в качестве канала по существу наша работа обладает магической природой однако неуместно двигаться быстрее чем могут передвигаться ноги ну тут идет речь о каббалистическом ритуале поэтому я не знаю всех деталей что что имеется ввиду под магической личностью и чем не хочу вот это разбирать но тут говорится ра отвечает что лучше следовать инструкциям если сказано так что лучше так а вот всякие такие интерпретации это такое сомнительная будет эффект но вот так вот может перевести эти вопросы ответы вопрос хотелось бы узнать об опыте сущности до первичного расширения первого искажения под логосами для сотворения расщепления полярности не могли бы вы описать в общем различия между опытом третьей плотности тех сущности ум тела дух и сущностями сейчас раз его развившимися на планете раз говорит этот материал уже раскрывался пожалуйста конкретизируйте вопрос вопрос конкретно в опыте где в третьей плотности развивалась только полярное служение другим существовала ли завеса по отношению к знанию предыдущих воплощений так далее влияющих на этих сущностей то есть вопрос когда не было полярности когда было общество были с служение другим других не было обществ было ли там завеса и завеса по отношению к знанию предыдущих воплощений которым могли бы влиять на этих сущностей нет завеса не было вопрос похож ли их процесс перевоплощение на тот который мы переживаем здесь при котором тело третьей плотности входит в воплощение и волнуется много раз в период цикла да то есть похож на пис волнуется переживает наверно переживание этот труд не точность перевод волнуется переживает а переживает это живет один раз второе третье переживает много раз вопрос можно ли сообщить о продолжительности воплощения в наших года в наших годах и не могли бы вы это сделать но в тех обществах сколько люди жили рам оптимать оптимальная продолжительность воплощения близка к тому что вы измеряете как тысячелетие это константа по отношению к другим факторам опыта третьей плотности пока жили раньше тысячи лет в тех обществах где служение другим было дальше значит до первого расширения первого искажения не было завесы или потери осознания тогда можно предположить что завеса или потеря сознательной памяти обо всем происходящим перед воплощением была первичным инструментом для расширения первого искажения это так ра предположение ограничено это был первичный инструмент завеса потеря было первым было первичным страниц для расширения первого искажения но врага да но предположение ограничено ну то есть не все но при в принципе это первичный а первичные а он вот так он спросил было первичным инструментом завеса это был первичный инструмент но на были другие первичные тогда пускал это был один из первичных ладно дальше тогда полагаю для достижения своей цели логос сначала изобрел инструмент отделения бессознательного от сознательного в период который мы называем физическим воплощением так да то есть чтобы завеса произошла нужно в мозгу человека найти те части на которых надо воздействовать так чтобы при рождении каждый человек отключал память о прошлых воплощениях ракой да также полагаю после первичного инструмента так называемой завесы были разработаны и использовались и многие другие инструменты это так ра были усовершенствования то есть дон хочет узнать какие конкретно а тут уходит от ответа потому что нарушение собой доволь поэтому отвечает так уклончиво в принципе отвечает в принципе следующее до эксперимента с завесой архетипический ум логоса был таким которые я счел бы более сложным чем сейчас и возможно он содержал меньше архетипов это так ра просим вашего терпения мы воспринимаем внезапную вспышку искажения известного как боль в левой руке инструмента пожалуйста не прикасайтесь к инструменту мы будем исследовать совокупность ума и пытаться восстановить конечность чтобы работа могла продолжаться потом пожалуйста повторите вопрос пауза 90 секунд я из мра можете продолжить продолжать вопрос спасибо до эксперимента по расширению первого искажения сколько в то время было архетипов 9 вопрос полагаю это были три архетипа ума три архетипа тела и 3 архетипа духа это так да полагаю в системе таро архетипы ума грубо соответствовали могу императору и колеснице это так нет не могли бы уточнить почему они чему они соответствовали ра тело ум и дух содержались и работали каждый под эгитой матрицы потенциатора и сигнификатора сигнификатор ума тела и духа не идентичен сигнификатору совокупности ума тела и духа сигнификатор ума наверно отдельно сигнификатор тела и духа не равен сигнификатору а точно совокупности ума тела духа сигнификатор ума это одно сигнификатор тела второе духа третье и он не равен сигнификатору человека в котором он тело и дух типа разделять это не одно и то же вопрос теперь я понимаю что вы имели ввиду на предыдущем сеансе говоря что для расширения свободной воли сигнификатор стал совокупностью представляется сигнификатор стал совокупностью то есть третьим четвертым пятым шестым и седьмым для ума десятым для тела и семнадцатым для духа это так нет не могли бы пояснить что имелся ввиду под сигнификатор должен становиться совокупностью раз становиться совокупностью значит содержать более одного характеризующего элемента или концепции подсказок четких не дает совокупность да это когда один и плюс один минимум но может быть и 3 может быть и 9 вопрос хотелось бы попытаться это вот пример как учитель учит ученика думать он не выкладываем все знания он пытается чтобы ученик дошел сам а тут у курс в итоге сказал да вот в этот раз 15 ты попал а так не подсказывает хотелось бы попытаться понять архетипы ума этого логоса до расширения первого искажения верю это логический подход к лучшему пониманию того что мы переживаем сейчас как вы сказали имеются матрица потенциатор и сигнификатор я понимаю матрицу как то что мы называем сознательным умом но поскольку матрица это это из чего сделал он не могу полностью понять эти три термина особенно по отношению ко времени до разделения сознания не могли бы вы еще немного расширить матрица ума потенциатор ума и сигнификатор ума чем они отличаются друг от друга и каковы их взаимоотношения ра матрица ума это то из чего все про приходит она неподвижна и все же является активатором потенциальности всей активации ума активности ума как бы шаблон потенциатор ума великий источник который может рассматриваться как море в котором все глубже и глубже погружается сознание чтобы сотворять воображать и обретать большее самосознание сигнификатор ума тела и духа можно рассматривать как простую и объединяющую концепцию матрицу тела можно рассматривать как отражение противоположности ума то есть не ограниченное движение тогда потенциатор тела это то что будучи информированным регулирует деятельность матрицу духа характеризовать труднее поскольку природа духа менее подвижна энергия и движение духа движение духа самые важные они теснее связанные с временем пространством и не обладают характеристиками динамического движения по существу матрицу можно рассматривать как самую глубинную тьму а потенциатор духа как внезапное пробуждение просветление и порождающее влияние таково описание архетипов с первого по девятый до начала влияния сотворца или реализации свободной воли под логоса ну так все понятно и и дальше вопрос первое изменение осуществленное для расширения свободной воли состояло в том чтобы во время воплощения общее общение сознательного и бессознательного ума стало относительно недоступным это так ра вместо термина относительно недоступные мы бы назвали это состояние относительно более полным таинства ну то есть вопрос был первое изменение которое было сделано для расширения свободной воли состояла в завесе в том что во время жизни человека общение сознательного но как бумага и бессознательного как бы тонкоматериального было как он сказал относительно недоступным тут то есть невозможно практически рогат не вместо этого термина лучше сказать что это состояние более полным таинства то есть когда недоступно и точну все закрыты дверь закрыта нельзя а полным таинство это некая темная комната где что то есть какие-то тайны но мы их не видим но они есть можно нащупать можно включить свет можно каким-то образом по запаху определить что вот там что то есть то есть исследовать можно но это в темноте а когда недоступно тогда дверь закрыта ты не сможешь исследовать но по правил это про завесу вопрос тогда идея заключается в том чтобы создать некий вид завесы между матрицей и потенциатором ума это так да сказал ра попал до попал вопрос возможно замысел логоса состоял в том чтобы придать предоставить сознательному уму большую свободу при первом искажении отделяя его от потенциатора или бессознательного ума обладающего большим общением с нерасщепленным умом это порождает плохой термин извините не образованные части сознания это так грубо говоря да так теперь что он сказал возможно замысел бога состоял в том чтобы предоставить уму человека большую свободу при завесе отделяя его от тонкого плана который обладает большим общением с божественным умом это порождает вот эта система порождает необразованной части сознания необразованные необразованные и но те которые не не развились не развиваются то есть создается проблемы с разве то есть если бы все была открыта все включалась все было видно то человек развивался быстрее легче точнее, да, легче, но опыта было бы мало. И его свободной воли было бы мало, когда всё открыто, пошёл, взял. В чём воля? А воля в том, чтобы преодолеть препятствия. Ну, Ра говорит, да. Вопрос, не могли бы вы уточнить или сказать немного больше? Ра, прежде чем мы сможем это сделать, пришлось бы предоставить промежуточный материал. Вопрос, хорошо, тогда выполнялся ли этот простой эксперимент и наблюдались ли его результаты до того, как была достигнута большая сложность? Вот тут он, как он ответил, промежуточный материал, то есть, как бы, чтобы ответить, нужно ещё что-то вам предоставить, а это предоставление тоже нарушение свободной воли. То есть, он не ответил, потому что тут надо уточнять. Дом говорит, ну, хорошо. Выполнялся ли этот эксперимент и наблюдались его результаты до того, как была достигнута максимальная сложность в зависе? Ра говорит, как мы говорили, было огромное количество успешных экспериментов. Ну, хорошо. Вопрос. Я заинтересовался потому, что мне это кажется главным экспериментом, большим переломным моментом между отсутствием расширения первого искажения и расширением первого искажения. Каким был результат первичного эксперимента относительно того, что было из него сотворено? Каким был результат? Мне надо это понять. Ещё раз. Он заинтересовался потому, что ему кажется главным экспериментом Бога. Большим переломным моментом между отсутствием расширения, между отсутствием завесы и завесой. Боже, как же, как вы такие вопросы можете задавать? По-простому не мог задать вопрос. Ну, давайте я буду дальше идти. Ра. Мы уже освещали этот материал. Результатом экспериментов было более отчётливое, разнообразное и интенсивное исследование творца-творцом. Он тут всё пытается какие-то нюансы узнать, как мы дошли до жизни с завесой. Тот говорит, мы об этом уже говорили. И результатом разных экспериментов было нынешнее чёткое, разнообразное и интенсивное исследование человека Богом. И Бога-человеком. Творец-творцом – это человек, который исследует себя и Творца Бога. И Творец через человека исследует себя. Тут и так, и так. Вопрос. Это я осознал. Возможно, я неправильно сформулировал вопрос. Да, Дон, точно, возможно. Его трудно сформулировать. Это очень трудный вопрос. Не знаю, стоит ли пытаться продолжать. Я интересовался следующим. Когда впервые проводился эксперимент с завесой, привёл ли он к появлению поляризации служения себе? Ну, вот этот вопрос понятен. Ра. Раньше, если мы можем воспользоваться этим термином, логосы одновременно сотворяли совокупность ум тела-дух, ориентированное на служение себе или служение другим. Однако процесс уборки урожая таких сущностей происходил не одновременно, поэтому сразу же начались усовершенствования архетипов. Сам говорит, что раньше боги, логосы одновременно сотворяли людей, ориентированных на служение себе или другим. Но уборка урожая таких людей происходила не одновременно, поэтому начались усовершенствования шаблонов таких людей. Так тут непонятно. Эти логосы были разные, наверное. Одни сотворяли служение себе, а другие только служение другим, пока не появилась поляризация. Вопрос. Сейчас мы пришли к тому, что я пытался выяснить, существовали ли в то время всего девять архетипов и завеса между матрицей ума и потенциатором ума? Ра. Девять архетипов и множество оттенков. Вопрос. Под оттенками вы имеете в виду то, что я отношу к появлению меньших архетипических склонностей? Ра. Мы бы описали эти оттенки скорее как неразвитые мысли вспомогательных структур, не полностью постигнутые. Ну, то есть нюансы такие. Вопрос. Существовал ли архетип выбор во время сотворения первой полярности служению себе? Ра. Концепция выбора свойственна завесе или разделению двух архетипов. Усовершенствования этой концепции потребовали многих опытов. Вопрос был. Был ли выбор во время сотворения первой полярности служению себе? Ну, вообще-то вопрос немного такой странный, потому что если служение себе, какой выбор? Если служения другим не было. Но, тем не менее, он его спрашивает. Ира отвечает. Концепция выбора свойственна завесе или разделению двух архетипов. А, ну, в принципе, да. И он отвечает. Когда будет два архетипа, два варианта служения, когда появится завеса, вот тогда концепция выбора будет реальна, да, или востребована, или включена. Соответственно, он отвечает. Нет, не существовало выбора, когда была одна полярность служению себе. Ну, вот вторая фраза, совершенствование этой концепции, концепция потребовала много опытов, но это, как бы, этот выбор, эта завеса была тестирована много раз. Прошу прощения за то, что очень трудно задавать эти вопросы. Нахожу этот материал очень сложным. Интересно, что самый первый эксперимент завесы между матрицей ума и потенциатором ума и, наоборот, сотворил полярное служение себе. Представляется, что очень важное философское положение в развитии творения, а представляется это, очень важное философское положение в развитии творения, и, возможно, начало системы того, что мы бы назвали магией, не предусмотренной в начале. Позвольте задать вопрос. До расширения свободной воли был ли магический потенциал более высоких плотностей таким же большим, как сейчас, когда в каждой плотности достигается самый большой потенциал сознания? Трудно сформулировать. Я спрашиваю, до расширения свободной воли в конце четвертой плотности было ли то, что мы называем магическим потенциалом так же велико, как в конце нынешней четвертой плотности? Как вы понимаете, если мы можем воспользоваться этим неправильным термином, до изменения магии магический потенциал третьей и четвертой плотностей был намного больше, чем после него? Однако до введения завесы желание или воля пользоваться этим потенциалом были намного меньше. То есть, Ра отвечает, что потенциал, магический потенциал третьей и четвертой плотности до завесы был больше. Но это естественно, почему? Потому что человек помнил прошлое воплощение, опыты и так далее, он больше понимал и у него было больше просто знаний, как пользоваться потенциалом магическим. Но так как он многое знал и был достаточно умен и мудр, у него было мало желания этим пользоваться. Ну а зачем? Он все понимает и зачем ему всякие вот эти моменты. А сейчас, когда завеса, туда маги приобретают некую такую как бы желаемость, да? Многим хочется быть магическими людьми. Вопрос. Что будет достовериться в том, что я правильно понял? До изменения и расширения свободной воли давайте возьмем конкретно конец четвертой плотности. Магический потенциал при условии существования лишь поляризации и служения другим был намного больше, чем сразу же после расщепления поляризации и расширения свободной воли. Это так? Ра. Магическая способность это способность сознательно пользоваться так называемым бессознательным. Следовательно, до введения под логосом свободной воли магическая способность была максимальной. Ну, Ра повторяет и отвечает, да, но только он отвечает в своем стиле. Что такое магическая способность? Это способность осознанно, сознательно пользоваться бессознательным. То есть, человек, понимая, обращается или применяет тонкоматериальную энергию и способность и так далее. Осознанно. Соответственно, когда у человека завеса, он не знает, как этим пользоваться, естественно, магическая способность минимальна. Где-то кто-то что-то сказал, услышал, и вот это вот элементы магии, а не вся магия, которой человек до завесы мог пользоваться. Мог, но не хотел. Не хотел активно. Вопрос. Хорошо. В настоящее время мы подвергаемся влияниям более сложных архетипов или большего числа архетипов. Полагаю, архетипы ума, которые мы сейчас переживаем, таковы. Имеется маг и верховная жрица, соответствующие матрице и потенциатору с завесой между ними, являющиеся первичным творением расширения первого искажения. Это так? Ра. Мы не можем ответить на этот вопрос без промежуточного материала. То есть, ответа нет. Вопрос. Хорошо, прошу прощения. Следующий архетип. Императрица катализатор ума. Он действует на сознательный ум, изменяя его. Четвертый архетип. Император, опыт ума. Материал, хранящийся бессознательным и сотворяющий непрерывную склонность ума. Верно ли мое утверждение? Ра. Хотя ваше утверждение слишком негибкие, вы правильно воспринимаете взаимоотношения. Между четырьмя первыми архетипами существует динамическое взаимодействие. Вопрос. Тогда был бы иерофан чем-то вроде управителя или сортировщика влияний так, чтобы сотворять надлежащее усвоение бессознательным того, что происходит от сознательного? Был бы иерофант чем-то в виде управителя или сортировщика влияний так, чтобы сотворять надлежащее усвоение бессознательным того, что происходит из сознательного? О как! Ра. Предположения в основе неверные, хотя и глубокомысленные. Слава Богу, что это неверно. Вопрос. Что означает иерофант? Ра. Иерофант сигнификатор совокупности ума, самой его природы. Мы можем отметить, характеристики, о которых вы говорите, относятся к сигнификатору совокупности ума, а не сердцевине. Сердцевина совокупности ума динамическая сущность, поглощающая, ищущая и пытающаяся учиться. Отлично. Идем дальше. Вопрос. Является ли иерофант связи между умом и телом? Ра. Между сигнификаторами ума, тела и духа существует сильная взаимосвязь. Ваше утверждение слишком обобщает. Угу. Вопрос. На минуту позвольте отвлечься от иерофанта, потому что я совсем ничего не понимаю. Я спрашиваю, представляют ли любовники слияние сознательного и бессознательного или общение сознательного и бессознательного? Слияние или общение? Ра. Вы проницательные, но не полностью. Вы вновь упускаете сердцевину этого конкретного архетипа, который уместнее было бы назвать преобразованием ума. Вопрос. Преобразование ума во что? Ра. Наблюдая архетип 6, вы можете видеть, изучающий тайны преобразовывается за счет необходимости выбора ума между светом и тьмой. Мне кажется, им обоих эта тема как-то не шла. Вопрос. Когда представлял бы завоеватель или колесница кульминацию действия первых 6 архетипов во владении ментальными процессами, возможно, даже устраняя завесу? Ра. Именно так. Архетип 7 очень трудно сформулировать. Мы можем назвать его путем, способом или великим путем ума. Его основа отражение и важность суммирования архетипов с 1 по 6. Путь ума можно рассматривать как царство или плоды надлежащего путешествия ума. Ум продолжает двигаться через материал, который он воспринимает как колесница запряженная королевскими львами или лошадьми. Сейчас мы бы предложили задать еще один обширный вопрос, поскольку инструмент испытывается искажение в сторону боли. Ну, вот этот абзац наверное можно расшифровать. Он говорит про колесницу и эту эту карту можно назвать путем, способом или великим путем ума. Основа этой карты это суммирование предыдущих архетипов и ум в жизненном пути на колеснице в итоге двигаясь через материал, через жизнь, запряженные львами или лошадьми, он и кстати две в два варианта и с одной стороны черное и белое, с другой может это два способа завеса и воспроизведения, то есть если бы человек не воспроизводился, мы на предыдущем сеансе это рассматривали, то исследования бы не было, да, если бы не было завесы, то значит все было известно, то не было бы смысла куда-то двигаться, потому что и так все известно, соответственно эти два льва или две лошади может быть еще два способа развития ума, вот, и тут он говорит мою любимую фразу иной раз, что Карл испытывает боли, давайте закругляться, вопрос, тогда просто спрошу об архетипе, который способен понять меньше всего, если вообще могу воспользоваться тем словом, я все еще не понимаю иерофанта, точнее, чем он является, не могли вы дать другое определение, что это такое? Ра, вас очень интересует сигнификатор, которому понадобилось усложнение, иерофант первичный архетип ума, который усложнился вследствие тонких движений сознательного и бессознательного. Совокупности ума скорее развивались, чем являлись простой передачей опыта от потенциатора к матрице. Ум становится деятелем, обладающим свободной волей, а конкретнее волей. Как сигнификатор ума иерофант обладает волей знать. Но что он будет делать с этим знанием и по какой причине он ищет? Потенциалы усложненного сигнификатора многообразны. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос? Враг говорит, что иерофант или карта, на которой нарисован иерофант означает первичный архетип ума, который усложнился в своем развитии. И у него появилась свободная воля узнавать мир, познавать бесконечное сознание и так далее. То есть это так я понимаю образ человека, который уже накопил определенный опыт, знания, но дальше как он будет это принимать, применять эти знания? Куда он с этим потом пойдет? Я не знаю, какая-то карта перед выбором, перед колесницей или нет, я не смотрю, но наверное это человек, который уже готов к выбору, к уборке урожая, к полярности, наверное так. Ум, который развился и который уже обладает не шаблоном, не первичными какими-то основами, а уже широкими знаниями. Ну и дальше они закругляются и на этом я тоже заканчиваю. Тема эта для меня непростая, но раз написано, мой долг это прочитать и что-то прокомментировать. Благодарю за внимания. Продолжение следует... Продолжение следует...